Здравствуйте! С последними событиями к этому часу новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов и короткий анонс, что будет в нашем сегодняшнем выпуске. Кого Абдул Муслимов попросил выйти из кабинетов? О заседании антикризисного штаба правительства республики расскажем через минуту. Мотоцикл и пассажирская «Газель» столкнулись в Махачкале. За неделю на дорогах республики погибли 7 человек, в том числе и один ребенок. Еще одна, но сезонная проблема – это пляжи. МЧС инспектирует места отдыха и купания. Последний рейд прошел на побережье Избирбаша. Результаты проверки сегодня в выпуске. Спортивное упорство и труд дают результат. Недавний чемпионат России по вольной борьбе в Тыве дал Дагестану еще одного чемпиона. О том, как пришел к победе Ибрагим Ибрагимов, расскажем в спортивном блоке новостей. Глава правительства региона попросил чиновников выйти из кабинетов. Призыв был адресован руководителям районов после трагедии с туристами в Хунзахском районе. По мнению Абдул Муслимова, местные власти должны отвечать за безопасность туристов и знать обстановку на своей территории. На заседании антикризисного штаба обсудили также и ход реализации капремонта в школах, где тоже дела обстоят неважно. Продолжение темы – сюжет Ларианы Шамхалаевой. Опять и снова школы, вернее, темпы капитального ремонта, которые сегодня заметно отстают от намеченного графика. Ситуацию чиновники называют не самой лучшей, что в районах, что в городах. Здания, где занимаются дети физически и морально устаревлены, надо проводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы, роста и развития. Хотел бы обратить внимание на обеспечение своевременным завершением работ и качества их выполнения. Мною курируется город Махачкала. Сегодня в данном муниципальном образовании остро стоит вопрос капитального ремонта общеобразовательных учреждений. Из предусмотренных на текущий год на капитальный ремонт – 887,8 миллионов рублей. На сегодняшний день на свое наличие 146, что составляет 16,4%. По словам главы Минобранауки Республики Ехья Бучаева, готовность объектов составляет всего 50%. Учитывая, что до сентября осталось всего ничего, темпы работ необходимо ускорить. На всех рисковых объектах, предусматривающих большой объем работ, либо на объектах, где работы были начаты позднее, необходимо срочно увеличивать и количество работающих, продолжительность времени их работы. На 40 объектах проведения ремонтных работ работы идут очень медленными темпами. Готовность объектов составляет менее 40%, что вводит в зону высокого риска несовременного завершения работ по капитальному ремонту и угрозу срыва в свое время начала нового учебного года. Теперь за качеством выполненных работ в школах будет следить специальная правительственная комиссия, решение о создании которой было принято здесь же, на совещании. Премьер также дал указание усилить контроль на рабочих объектах. В заключении поговорили и о туризме, вернее о несчастном случае в Хунзахском районе, когда автомобиль с гостями региона опрокинулся в пропасть и погибла семья из четырех человек. Абдул Муслимов потребовал от глав районов вплотную заняться вопросами безопасности на туристических маршрутах. Мы на каждом заседании оперативного штаба будем показывать те негативные моменты, которые имеются в республике в плане организации туризма, в плане оказания им туристических услуг. Например, здесь показывали картины, которые имели место в Салтинском водопаде. После того, как все это было озвучено на Салтинском водопаде, буквально через 3-4 дня начали делать дорогу и так далее и тому подобное. Вы, пожалуйста, посещайте эти места, где бывают туристы. Посмотрите, пожалуйста, там какие есть стоянки. Лориана Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, Новости, телеканал ННТ. Очередная трагедия на дороге из-за несоблюдения правил дорожного движения. На улице Мирзабекова в Махачкале произошло столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser с мотоциклом, в результате чего двухколесный транспорт отбросило на проезжающую «Газель». В результате мотоциклист был доставлен в больницу, где скончался спустя два часа от полученных травм, не приходя в сознание. Отметим, что всего за прошедшую неделю на дорогах Дагестана произошло 29 ДТП, в результате чего погибли 7 человек, в том числе один ребенок. Среди раненых 29 взрослых и четверо детей. Дорожные полицейские призывают жителей и гостей республики не пренебрегать правилами дорожного движения. Купальный сезон продолжается, как и рейды сотрудников МЧС. На этот раз специалисты проверили на безопасность пляжа в Избербаше. Особое внимание было уделено выявлению так называемых серых возщиков на маломерных судах. По итогам патрулирования составлено 4 административных протокола за несвоевременную регистрацию плавсредств. Также был задержан один катер. Кроме того, были выявлены и другие нарушения. Отсутствие спасателей практически на всех городских пляжах, а также на местах, запрещенных для купания. Не установлены предупреждающие таблички. Общая протяженность исследованной территории составила более 20 километров прибрежной зоны. Было очень сильное волнение, был ветер, люди продолжали купаться, также дети купались. Что хотелось бы особо отметить, что ни одного буйка на всей этой территории, 22 километра населенного пункта, мы не обнаружили. Также, кроме городского пляжа Избербаш, где базируются наши спасатели МЧС Дагестана, также больше спасателей мы нигде не наблюдали. К другим темам. Ремонт улицы Мостовой завершается в микрорайоне Учхоз. Протяженность участка около 500 метров. Он соединяет основную улицу микрорайона Даганово с другими кварталами. В этом году продолжается работа по приведению нормативных стаяний укладки асфальта дорожного полотна на территории микрорайонов и поселков города. Мы уделяем внимание не только центральной части города, но в том числе и тем улицам, которые находятся ближе к окраине города. На данном этапе проводится работа по улицам Остовая, микрорайоне Учхоз. Окончание работы запланировано поедать на данной улице до конца текущего месяца. Напомним, что в рамках реализации нацпроекта в Махачкале ремонтируют 38 улиц и автомобильных дорог, общая протяженность которых составляет более 21 километра. Махачкалинский кванториум посетили представители органов федеральной власти. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева побывала в кванториуме 61-й Махачкалинской школы. Ее сопровождали представители мэрии города и сотрудники столичного управления образования. Гости ознакомились с инсталляцией, приуроченной к 90-летию народной поэтессы Фазу Алибой, а затем с оборудованием по шести направлениям. На каждой площадке ответственные педагоги рассказали о программе своего направления. Например, собрали девятиклассники, и они могут по сети играть с этим роботом из похожей конструкции. У нас таких роботов четыре. Мы сделали два одинаковых, вроде пулемета такого, и два робота-манипулятора. И они играют по сети друг с другом. Посещение муниципальных общеобразовательных организаций, представителями федеральных органов власти довольно часто в последнее время. Это не может нас не радовать. Совсем недавно нас посетили с рабочим визитом два заместителя министра просвещения, с которыми разрабатывались различные вариативные методы выхода из трехсменного режима наших школ. Также был осуществлен объезд по строящимся объектам. И, конечно, сегодняшний визит первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Ксении Александровны Горячевой. Также для нас очень важен, потому что мы можем донести наиболее острые проблемы, которые сейчас существуют. В области образования муниципального, в том числе и обеспечения медицинскими работниками, обеспечения охраной, определением источников финансирования этих мероприятий. И показать наиболее передовые общеобразовательные организации. Безусловно, наряду с проблемами нам есть и чем похвастаться. Очень большой показатель, когда во входной зоне школы есть целая инсталляция поэту. Но это такой большой сигнал про культуру и про душу большую народу. Потому что часто бывает так, что поэтам относятся, ну что там он, стихи пишет, я сама пишу, поэтому не расталкивалась. И поэтому для меня особенно приятно видеть, что чтят традиции, вспоминать своих людей, кто воспевал твою страну, твою землю, твою культуру. Если посмотреть и сравнить, это одна из лучших школ, в которых я была. Огромные просторные залы, коридоры, очень много места. И это как раз таки формирует такое отношение к жизни, когда у тебя есть масштаб. Тебе есть где развернуться. И многие говорят, что архитектура не влияет, важно только, чтобы знание получило. Но инфраструктура это первое, куда ты погружаешься, где есть комфорт. Если тебе комфортно в учебном заведении, то преподаватель талантливый, он может в 10 тысяч раз просто увеличить качество этого образования и твоих знаний. Потому что тебе комфортно. Ты за удобной партой сидишь, на удобном стуле, тебе есть чем поработать. Вот мы сегодня были в кабинете химии, все пробирки, раковины на каждом столе. То есть ребенок полностью погружен в свой предмет. И, конечно, кванториум это всегда отличное такое дополнение к основной образовательной среде. Далее в выпуске обзор коротких новостей под рубрикой «Дайджест». Каспийские собаки бросаются на людей. Так, на улице Приморская бродячие собаки в течение нескольких часов напали сразу на трех человек, которые вследствие укусов были доставлены в больницу. Напомним, это не первый в текущем году инцидент с нападением бездомных животных на людей в Дагестане. Так, в конце января в дагестанских огнях собаки покусали семилетнюю девочку. Школьница получила ушибы, укусы и на руках, и на лице. Спасла девочку, проходившая неподалеку женщина, которая пробежала на ее крики. Хотели перейти границу незаконно. Шесть иностранцев, перешедших российско-азербайджанскую границу, ночью были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ по Дагестану. В основном все они оказались гражданами государств Южной Азии, которые планировали искать работу на территории России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Массовая драка произошла в Дербенте из-за конфликта двух несовершеннолетних парней. В результате один из них погиб, еще двое попали в больницу с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел ночью 21 июля между несколькими 17-летними парнями на улице Долгата. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Один из подозреваемых задержан, второго подали в розыск. Банк России заявил о возможном возобновлении печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей образца 1997 года. В качестве причин такого решения эксперты считают затрат на стеканки. К тому же монеты реже возвращаются в оборот, оседая в основном в копилках населения. Дети из Донбасса побывали в Хасавюрте. Поездку для них организовало Министерство внутренних дел Дагестана. Делегацию встретили на выезде из региона и сопровождали на протяжении всего пути. Линейка развлекательных мероприятий началась с вкусных угощений, накрытых столов с национальными блюдами, сладостями и напитками. Для школьников также была организована концертная программа в исполнении артистов муниципального учреждения культуры «Эхогор». Кульминацией торжества стали зажигательные танцы и шоу мыльных пузырей. Надеюсь, что ваше, пусть даже кратковременное пребывание на дагестанской земле оставило свой след, свои впечатления. Мы всегда рады видеть вас у нас в городе, у нас в республике. Мы все сделаем для того, чтобы у вас осталось хорошее впечатление от пребывания в Дагестане. Перед отъездом каждому гостю был вручен пакет с сувенирными подарками в память о пребывании в Хасавюрте. Гости выразили благодарность за теплый прием и приятное времяпрепровождение. О спорте. Махачкалинская «Динамо» одержала первую победу в Национальной футбольной лиге. Дебютный для дагестанцев домашний матч в новом сезоне состоялся на стадионе «Анжиарена». На игре присутствовали более 6 тысяч болельщиков. Дагестанской команде противостоял клуб «Велес» из Москвы. Автором единственного и победного гола в матче стал Джамал Дибергаджиев. По итогам двух сыгранных туров в активе «Динамо» 4 очка. Отметим, что ФНЛ – это вторая по значимости футбольная лига страны. Вес до 65 килограмм. Самый конкурентный дивизион в вольной борьбе России. Эта категория полна именитыми спортсменами. Среди них призеры Олимпиады, чемпионы мира и Европы. Все они собрались в борьбе за золото на прошедшем чемпионате страны в Тыве. Но что-то пошло не так, а точнее кто-то. Городской пляж Махачкалы. На часах 6 утра. Здесь каждый день собираются любители спорта и физкультуры. Среди них в борцовской группе скромно занимается Ибрагим Ибрагимов. С первого взгляда и не скажешь, что совсем недавно этот человек произвел настоящий фурор на чемпионате страны. 21-летний спортсмен из Каспийска стал открытием этого сезона. Темная лошадка борцовского мира. Он бы мог выступать на молодежных турнирах еще на протяжении двух лет. Но решил поддаться на взрослый чемпионат. И не прогадал. В тяжелых схватках он занял первое место. А лидеры дивизиона на пьедестал не взошли. Самые ответственные, так скажем, это отборочные соревнования, где борются все первые номера, все сильнейшие. И поэтому приходилось просто настраиваться. Я выходил, настраивался, бороться до последней секунды. И настрой был только выигрывать схватки и все. Проходит меня, и никто не верил. Думали, что я молодой, где-то, может, буду призером. Но я знал, что я могу выиграть. Верил в свои силы. Новоиспеченный чемпион как никогда заряжен и мотивирован. Отдыхать времени нет. Победа над акулами своей весовой категории его ни в коем случае не расслабляет. Наоборот, придает сил. Теперь на Ибрагимова, как на лидера, настраиваются все спортсмены. Мне старшие братья тоже говорят, который сам через это прошел, он мне сразу же звонит, говорит, стать легче, но держаться на этом будет тяжело. Поэтому надо работать двойней больше еще, чем ты работал, чтобы держаться на этом уровне. А чуть отпуск, месяц, два не хотел взять после чего? Такого не бывает у нас. Если уже неделю отдохнуть, неделю не говоря, два-три дня отдохнуть, у тебя уже откат. И поэтому приходится только набирать и набирать. Распорядок дня чемпионский. За утренней тренировкой прием пищи, восстановительный сон, вечером опять в зал. День схваток в школе имени Гамида Гамидова. Здесь тоже есть с кем побороться. Основной спарринг-партнер Ибрагимова, чемпион мира, но по молодежи Рамазан Багаудинов признает, Победа в Кызыле сделала Ибрагима еще сильнее. Наоборот, сильнее стало, очень сильнее. Человек уверенен такой. В положении вообще хорошо будет сейчас. Наоборот, сильнее. То есть, эта победа придала ему больше уверенности? Конечно. Верно чувствую, очень сильнее. Усердный труд и преданность спорту. Залогом успеха Ибрагима наставники считают его высокую работоспособность. Вот уже 11 лет он живет борьбой. Пять из них провел под руководством тренера Анвара Магамедгаджиева. Прямо скажу, очень старательный, самостоятельный человек, который знает, чего хочет добиться. И даже иногда надо останавливать, как бы сказать, немножко сбавь, успокойся, немножко отдохни. Я рад за него, что именно его труд, не столько там суперталант, а именно труд, который он вложил в эту борьбу, в эту подготовку, она оправдалась. Следующая цель Ибрагимова – чемпионат мира. Однако участие наших вольников там пока под большим вопросом. А пока сборы в составе национальной команды и первая проверка сил. Меньше месяца до Спартакеады в Казани. Там молодому борцу предстоит подтвердить свой статус. Карим Данив, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала. Это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, смотрите нас в соцсетях. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok